Десятиклассница Дарья Горевая на прошлом занятии получила от преподавателя экологии задание взять пробу почвы на одной из заживленных улиц Абакана. Земля подтаяла, и школьнице удалось набрать несколько ложечек почвы вблизи от проспекта Ленина. Еще один старшеклассник по дороге в университет набрал питьевую воду из-под крана. Так что на занятии преподаватели не просто рассказывали школьникам об экологии большого города, но и проводили опыты. В частности, почву проверили на содержание нефтепродуктов. Оказалось, что уже в пяти метрах от проезжей части содержание нефтепродуктов не превышает норму. Преподаватели университета рассказали и, главное, показали юным экологам, как определить, что именно наносит наибольший ущерб природе и людям. Мы попытались охватить все сферы нашей природы, то есть это и воздух, атмосферный воздух, это и почвы, это и загорязнение атмосферы, воды, почвы. И еще исследовали физфакторы. Например, ученики брали пробы воздуха в разных частях города, в том числе рядом с автотрассами и в парках. Разумеется, в скверах он оказался чище. Для эксперимента замерили содержание вредных выбросов в выхлопных газах, а затем провели интересное исследование прямо в аудитории. Оказалось, что в выдыхаемом воздухе концентрация углекислого газа почти в 20 раз выше, чем в большом помещении. Школьные опыты, они в очень сжатом плане, то есть все поверхностно, в ХГУ нам более понятнее показали, как и что можно исследовать ту же самую воду. Кстати, школьники провели достаточно полные исследования питьевой воды. Сравнили качество простой воды из-под крана, из частной скважины на территории города и проанализировали состав бутилированной воды от двух производителей. Оказалось, что вода из-под крана не уступает в качестве покупной, а больше всего примесей зафиксирована в пробе из частной скважины. Занятия на экологических курсах станут основой для научно-исследовательских работ школьников, с которыми они выступят уже в апреле-май на университетской научной конференции. И это не просто для галочки выпускники за свои первые научные доклады получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ВУЗы.